Всем привет! Давно руки ничего не касались, вот решил поучаствовать в группбилде сделать небольшую диорамку на тему зимы 41 основание сделал из пеноплекса здесь немножко прошелся гипсовой штукатуркой потому что гипс у меня кончился но из-за того что она долго лежит она уже застывает по времени примерно как гипс сделал вырез небольшой в пеноплексе залил эпоксидной эпоксидкой вчера первый слой но выкрашивал акрилами акрилы из банок покупал их читай городе но на манер вот таких то есть вот такие вот акрилы недорогие не жалко сейчас буду заливать второй слой эпоксидки брал такую алоэ потому что в местном магазинчике больше ничего нет да и я не думаю что есть какая-то существенная разница между ними первый слой вот этот я немного подкрашивал вот этим акрилом добавлял буквально две капли ну не знаю это наверно оказалось мало бортики вот эти вот из пластилина отлично ничего он не плавится нет не протекает и здесь тоже сейчас мод здесь выльем сюда смолу я уже раньше работал с эпоксидной смолой надел где-то берег на нем делал уже и прочее сапомщи эпоксидки ну не знаю герметик мне больше нравится как-то он более податливый что сейчас мы возьмем тарелку в тарелку нальем горячей воды потому что если мы этого не сделаем то сама смола очень плохо расходится но растворяется и смешивается с отвердителем а при установке я в горячую воду она станет более жидкой более податливой налили горячей воды установили туда смолу налили смолы в нашу пластиковую тарелочку налили горячей воды сейчас он там немного постоит нагреется после этого возьмем наш отвердитель который шел в комплекте со смолой добавим производитель говорит что отвердителя должно быть 10 14 процентов в отличие от основной смолы если вы будете заливать частично да у меня площадь большая как бы мне нужно много смолы если вы будете заливать частично то это делается с помощью двух шприцов берете побольше миллилитров можно кубиков на 10 брать и будет очень удобно с ним работать то есть с помощью шприца отмеряете и пользуйтесь и сейчас мы все будем смешивать особо торопиться не надо потому что могут появляться пузыри при интенсивном перемешивании а вот понемногу так вот мешать течение минут пяти шести и все будет прекрасно добавлю акрилу буквально от две капельки это будет достаточно а а а а а Берем и заливаем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кому видео показалось полезным... Подписывайтесь на новые видео... Ставьте палец вверх... Сейчас я покажу еще... Как это выглядит более... Близко... Вот так вот это выглядит... При близком рассмотрении... Здесь вот два слоя... Эпоксидной смолы залито... Не знаю, что в итоге будет... Все равно потом проходить... Жидкостью для... Придания влажного эффекта... Такая она уберет мутность... Вот теперь точно... Всем пока... Продолжение следует... Продолжение следует...